Я люблю Иисуса больше, чем бели хлеб и масла. Я люблю Иисуса больше, чем мороженое. Это самое трудное. Я люблю Иисуса больше, чем мороженое. если только сказать эту фразу, «люблю Иисуса больше, чем мороженое», тогда у вас есть спасение. Потому что мы любим Иисуса больше, чем все остальное, все эти вещи. Вы любите Иисуса больше, чем мороженое? Больше, чем картошку? Больше, чем хлеб с маслом? Больше, чем чай? Очень важно. Это моя практика русского языка. Также это правда. Это маленькая шутка, но также правда. Потому что мы любим Иисуса больше, чем картошку. Бог — Дух. И евреи любят Бога больше, чем картошку. Несмотря на все страдания. Также это дух верующих в бывшем Советском Союзе. гонение, преследование, страдание. И буквально в смысле это стал выбор, это был выбор между картошкой, following Christ no matter what. Поэтому это может быть и шутка, но также истина. Это наше провозглашение, как верующих. И это наше провозглашение, когда мы постимся перед Богом. Я хочу упощрять вас к посту. Кто из вас регулярно постится? Это ваша привычка такая. Хочу сказать одно. Причина, по которой многие американские христианские лидеры падают в сексуальные грехи. Думаю, одна из причин, потому что они не используют инструменты, которые Иисус дал им, чтобы жить своей духовной жизнью. И они пытаются сопротивляться очень сильным духам, духом соблазнения, духом сексуальности, очень сильным духом. Они пытаются сопротивляться этим духам без инструментов, которые Иисус дал им. И Иисус говорит в Нагорной проповеди, Он говорит, когда вы поститесь, Он не говорит, если вы поститесь. Он говорит, когда вы поститесь, то делайте это так, таким образом. Потому что в своем сердце, полном благодати, наполненном благодати, Он знает, что часть жизни следовав за Ним, это также и пост. Когда вы отводите особое время, и вы принимаете решение не есть в какое-то время, не как мученик какой-то, не для того, чтобы заставить себя мучить, и чего-то достать, но как способ приблизиться к Божьему сердцу. Когда вы пропускаете обед, говорите, сегодня я не буду обедать. Но сегодня я уделю некоторое время читать Твое Слово и буду ожидать Твое Слово или, может быть, несколько дней. Я знаю, для меня, я знаю, что это привычка поститься уже у меня 20 лет, и я уже на это привычка существует. Часто я принимаю участие в таких видах служения, где я очень сильно чувствую демоническое сопротивление против меня. Иногда даже я не мог это увидеть, что это есть, и что существует это демоническое сопротивление. Я не увижу это. Но когда я вижу это, я иду в пост, трехдневный пост. И в течение 25 лет к третьему дню это демоническое давление оно разрывалось и было снято с меня. И вы знаете, что до поста мое мышление не было таким правильным, дьявол сидел на моем плече и шептал мне на ухо, ты не очень хороший муж, ты не очень хороший проповедник, никто тебя не хочет слушать, ты не очень хороший отец. чего бы тебе вообще-то все не оставить? Вы знаете, что это дух, который обвиняет братьев, демонический дух. Я говорю, хорошо, дьявол, ты делаешь это, если ты делаешь это, тогда я делаю это. Я уделяю время посту, и к третьему дню поста это разрывается. Мой дух прочищается, проясняется. И теперь я знаю, что я очень хороший муж, хороший отец, хороший проповедник, я хороший от Бога. У меня есть хорошее служение, которое важно, служение, которое важно. Но суть в чем? В том, что я использую инструмент, который Иисус дал церкви. И есть эти духи, притесняющие церковь, воюют против церкви, воюют против вашей жизни, которые поражены благодаря молитве и посту. И я верю, что иногда мы слабы из-за того, что мы не используем тех инструментов, которые Бог дает нам. И я пощаю вас взять этот инструмент, начните просто с одного приема пищи, с обеда. Возьмите Библию. Не будьте религиозны. Если вы обедаете со своими сотрудниками, коллегами, то просто оставайтесь вместе с ними, стройте мосты любви. Но просто возьмите этот один день, и укройтесь где-то, чтобы приблизиться к Богу. Это разрушит это демоническое давление. Я пощаю вас к этому. Это спасло мою жизнь. Не было ни одного момента, когда это давление не было свергнуто во время этих 25 лет. Сотни раз. Сотни раз благодаря трехдневному посту всегда оно было разбито. Это инструмент для церкви, для нашей победы, для нашей силы. Это не для того, чтобы мы были такими праведными, потому что праведность только через крест. Когда мы отвергаемся, мы приближаемся к сердцу Бога во взаимоотношениях любви. И это сразу разбивается. Поэтому, кого это приободрило, и кого это ободрение принесло, или, может быть, ответ какой-то. Не еще хочу добавить, что особенно в этой сфере сексуальных искушений, что является твердыней, бывшей в Советском Союзе, и мы будем говорить об этом. В конце этой сессии, в следующие дни, мы будем говорить об этой сфере сексуальности. И как мы, мужчины, должны ходить в этой победе, когда мы ходим в самоотвержение, Богодатью Божьей, то это нас подготовит, обучит это иметь в своем духе. И это поместит стену защитную, охранит нас в нашем духе от сексуальных искушений. Поэтому я вас ободряю. И очень кратко я хочу завершить, как бы, общую мысль предыдущего вечера. Помните ту мою неудачу в качестве молодого лидера. И мой дух бунтаста против моего пастора. И я хочу поговорить о том, что такое дух восстановления. И мне нравится, я обожаю восстановление. Это одно из моих помазаний. И я живу в восстановлении. И я освобождаю дух восстановления. И мы будем молиться об этом духе восстановления в четверг. Подготовьте свое сердце к этому времени. Но я хочу вам рассказать, что такое восстановление. И вот пример, который Бог открыл несколько лет назад, как выглядит дух восстановления, когда он приходит к вам. Допустим, мужчина какой-то грабит банк. Грабит банк. И while he's robbing the bank, his eye is shot out. He loses his eye during his robbery. И во время этого грабежа он теряет свой глаз, он теряет свой глаз, какая-то травма, он становится слепым на один глаз. Он идет в тюрьму, попадает. Они его арестовывают, он попадает в тюрьму. Он служит в тюрьме, в заключении. И затем они его отпускают. И когда он находится в тюрьме, он встречает Христа. И его сердце наполняется любовью, наполняется присутствием Иисуса. И он уходит из тюрьмы с духом благодарности и с одним глазом. И он славит Бога, хотя у него и один глаз всего лишь. О, спасибо, Господь, что я могу видеть моим одним глазом. Спасибо, что ты восстановил мою жизнь. Спасибо, что я могу видеть одним глазом. Спасибо за твое спасение, за твое восстановление. Поэтому это благодарность его. Бог не возвращает ему его глаз. Не возвращает ему его глаз. Но что он делает? Он отделяет его сердце от его истории. Он отделяет его сердце от его истории, от его прошлого. И затем он буквально в смысле поклоняется Богу и благодарит его за то, в каком состоянии он есть. Потому что грех всегда чего-то стоит нам. Грех чего-то стоит нам. И Бог, он как справедлив, так же милость. Если бы это была абсолютная милость, то люди бы обезумели от греха. Если бы это была абсолютная справедливость, только справедливость, то у нас бы вообще не было никакой надежды. Поэтому Бог балансирует справедливость и милость в нашей жизни. И Дух восстановления, когда Иисус приходит к нам, Он приходит с этим замечательным присутствием. И Он разрушает парализующую боль от того факта, что мы сделали этот грех. Это понятно? Он разрушает парализующую боль, от того понимания, что ты что-то сделал. И теперь мы смотрим на себя separate from our heart. It's like we look at the history of our life as another person. И мы смотрим на историю своей жизни как на историю на жизнь какого-то другого человека, а не на себя. И происходит отделение нашего сердца от нашего прошлого. Это Его чудо-творение. И когда Он это делает, сразу мы можем рассказывать свое свидетельство другим людям без боли. И многие люди в церкви тратят огромное количество духовной энергии пытаясь покрыть прошлое. никогда не упоминать прошлое. Hiding the past. Ashamed of the past. And I believe sometimes it robs us of our testimony. I tell the young people in America that I teach in the schools. God wants to take the young people of this generation. I say, God wants to take your generation. And to move them into the middle, into the very heart of your generation. With a testimony. And to move them into the middle, into the very heart of your generation. I know the way out of hell. I know the way out of hell. Where they declare it. And they declare it. Let me, for the young daughters to tell their story. Let me tell you what it's like to give myself to some man and have him leave me. let me tell you what it feels like. Can I tell you what it feels like to be thrown away like property? I want to tell you how it feels like a person who throws some kind of thing. See, when daughters begin to speak of the reality of their old life, when daughters begin to speak of the reality of their old life, it gives hope to daughters who are trapped in that life right now. and we have to begin to speak truth into the generations. The only way that truth can be released is for all the shame of the past to be broken. If there's still shame, then we're still hiding who we used to be. and we never use our testimony. God wants to use our testimony to break the darkness. The way I say it, I say God doesn't want to start, and this is a tricky expression now, a shame management relocation program. Shame management relocation program. Relocation. Where you move it somewhere else. Бог не хочет начать программу management management to move and move your stout in other places. See, the ladies in the universities, the ladies in the bars, the ladies in the dance clubs, the ladies in the dance clubs, the ladies on the street, they don't want to hear that they can come into the church and manage their shame inside the church. They're already managing their shame outside the church. what they need to hear and see is that there is a God of restoration that wants to break all their shame and make them his special daughter and princesses. and make them their special daughter and princesses. But only a princess with all her shame broken knows the pathway to the king and they're waiting for a touch from the king. and that one touch from the king is that spirit of restoration and healing. Then your face preaches the message of the gospel. A daughter's face says, I am a princess of the most high king of kings. Then her face says, I am a flower in the front row of God's garden. And then her eyes, her eyes and her smile says to other women, other people, I am God's special daughter. I am a special daughter of God. He's washed me. That's our goal. To see that spirit released. And again, men, I wanted to say this to the men again. I'm talking about daughter, 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 daughter. I want to say this to the men again. I'm talking about You sit there. When are we going to get to the man part? You sit there. When are we going to get we're in the middle. Listen to me. We're in the middle of the man part. Because the greatest revelation you need to have to walk in authentic manhood. It's for a revelation of what is in the heart of a daughter. And how much hell and the powers of darkness wants to destroy what's in the heart of a daughter. And I believe that's why I'm going to talk about daughter's heart. we will take our position in the garden like Adam didn't. And we will take our position in the garden like Adam didn't. And when you think of Adam, think of Adam. He let the power of darkness speak to his wife. Lies. He failed. He didn't understand the danger of those lies. He didn't understand the danger of those lies. or did Adam sin by not guarding Eve from the serpent. Grief Eve or the grief of Adam who allowed us to take this plant from the serpent. What was the first sin? Meditate on that for a while. I know that Adam was out of position. Out of position. He was not in this position he was supposed to be in. And he failed. And I, in this time God is calling men back into their rightful position to be protectors. to understand what's in the heart of their daughters and their wives, their mothers, and to walk in that special position of authority and in protection. So it's very exciting to see what God's doing. The other thing I wanted to mention the Lord spoke to me. Remember I talked about my pastor Pastor Shackett? How many remember Pastor Shackett? I was talking about it. Do you know that when he hurt me it wasn't his fault but he hurt me. Remember there was a hurt that bole is bole hurt and every day when there's a hurt from somebody every day we rehearse the hurt don't we? We rehearse the hurt we think about it over and 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 over боль внутри себя, снова и снова, снова и снова. Это похоже на лук, где несколько кожур существует. Каждый день он растет и растет и растет. Это лук. Сравнение. And then remember when I repented, and I repented and I asked for forgiveness. И помните, я прокаялся, просил прощения. Поэтому этот лук перестал расти. Но все еще в моем духе был лук. Потому что я обучил свое сердце ненавидеть его. Помните? Каждый день я готовил свое сердце, учил его ненавидеть его. И даже после того, когда я простил его, существовало это скушение в моем духе. И даже чувство такое внутреннее, каждый раз слышу его имя, и я весь такой сжиживаюсь. Я молился, спрашивал Бога, я всегда так буду себя чувствовать, когда буду слышать его имя. Эта реакция, такая физическая, она всегда будет у меня проявляться так. И Господь сказал мне. И говорит он, Я никогда не говорил, чтобы ты пытался ненавидеть кого-то, кто тебя обидел. Это не д.' Спасибо за просмотр. Да, да, ladbestует это. Я, я задавал в кое-цен대� Media, побывал arguments, сегодня всё равно. Спасибо. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...